привет дорогие друзья сегодня хочу показать вам фрагмент моей работы над портретом белой кошки из курса кошачий мы сейчас с вами будем рисовать глаза это будет довольно интересно учитывая то что формат бумаги он небольшой вся кошка это портрет на формате а3 темно-синяя бумага пастель мат но для начала я нахожу форму самих глаз я их рисую с помощью черного угольного карандаша это у меня кахенор я довольно толстой линии обвожу их контур чтобы потом поместить туда другие оттеночки делаю это сознательно чуть более толстый чем мне нужно чтобы потом этот пигмент я использовала в смесь их вместе синим и черным цветом и у меня глаза получались довольно объемными я расскажу дальше об этом приеме как захватывать темный цвет перемешивать его с другими и делать такие вот объемные углубления плюс тени от верхнего века и так далее в любом случае сначала нужно найти форму мы ее правильно выстраиваем рисуем глазки можно это делать и черным цветом иногда можно и темно-коричневым это зависит от цвета глаз от цвета верхнего и нижнего века часто глаза бывают довольно темные у белых кошечек иногда бывают светлее у каких-то других оттенков и я добавляю коричневый это очень теплый красивый оттенок коричневого от faber castle он у меня был довольно давно сейчас где-то этот карандаш уже утерян но я все пытаюсь его найти возобновить купить заново потому что у него очень удачный теплый цвет но коричневый нужен для более естественного оттенка и чтобы сделать переход от черного цвета к белому у меня здесь уже есть белая база я уже поработала здесь пастельными карандашами на области лба поэтому коричневые будут ложиться довольно мягко и не буду смотреться очень темными здесь подойдут различные оттенки сепии я использую здесь коричневый карандаш derwent могут быть и сепии как я сказал оттеночки могут быть и какие-то шоколадные шоколадный оттенок у derwent тоже очень красивый дальше черным карандашом я добавляю небольшие волоски и переходы волоски которые идут у нас на верхнем веке до чтобы показать его фактуру в том числе также сами внутренние уголки глаз можно затем не сделать их поплотнее и теперь мы можем с помощью темно-синего оттенка заполнить все наши глазки делаю это довольно тоненьким слоем ну а работа вся она идет с помощью карандашей потому что очень небольшой размер глаз и мелками будет довольно трудно туда попадать поэтому вся работа идет именно карандашиками мы делаем такой вот первый базовый слой с помощью синего коричневый я подключаю чтобы сделать более естественные теплые переходы потому что и верхняя века и слизистая нижнего века они имеют все-таки теплый оттенок такой розово коричневый тоже зависит и от самих кошечек у каких-то бывает более темный цвет у кого-то более светлый с черным еще немножечко углубляю внешний уголок и можно дальше с помощью белого либо светло-серого у меня это светло-серый стабила я покрываю участки снизу чтобы полностью поработать над глазом и у меня было соотношение рядом светлого и темного оттенка дальше голубым карандашом от derwin причем он такой немножко в лазурный оттеночек я покрываю все глазки то есть уже по синей базе это получается второй слой карандаша притом мы затрагиваем больше нижнюю часть сверху остается все равно цвет довольно темный что касается освещение освещение в принципе равномерное у этой кошки единственный момент она на справую сторону развернуто и там появляется небольшая тень это значит что глазу который справа он может быть немножечко темнее что мы и делаем ну вот а сейчас получается с голубым карандашом я попадаю на черный цвет и его растушевываю и получается такое вот мягкое углубление глазика за счет чего он выглядит объемным я постоянно пользуюсь этим приемом то есть помощью каких-то средних оттенков тех же синие голубых я как бы растягиваю черный цвет который был до этого и у меня получается уже новые в такой сложный приглушенный оттенок дальше можно с помощью черного карандаша пройтись еще раз по этому слою потому что часть черного мы уже захватили туда вот забрали замешали в цвет глазика делается это для того чтобы самый яркий цвет голубого он был посередине а по краям были затемнения потому что глаз у нас имеет округлую форму форму сферы и соответственно он круглый объемный самые яркие самые светлые участки они будут посередине с белым мелком это у меня рембрандт от которого вот кусочек отделился зато появился острый срез что очень удобно я добавляю сюда белый яркий блик так как карандаши все таки не всегда способны передать очень яркий цвет для этого мелки нам иногда помогают вообще я уже об этом говорила но тем не менее до карандаши рембрандт они все таки прекрасны для того чтобы их использовать на постель мате в принципе как и деле ровни которые мелки я говорил с мелкие рембрандт и мелкие деле ровни они действительно очень хорошо сочетаются с постель матом они и не твердые и не мягкие то что нужно но с черным угольным карандашом мы рисуем зрачки сначала чтобы найти правильную форму и расположение зрачка вы можете поставить небольшую полоску которая найдет его место на глазике ну а дальше вы можете его уже сделать потолще и найти точную позицию чтобы глаза смотрели в нужном нам направлении тут можно взгляд либо поместить прямо чтобы кошка смотрела на нас ну или можно поместить в сторону зависит от того что там происходит на референсе также мы добавляем снова теплые оттенки особенно стоит уделить внимание участку слизнячка потому что там это слизистая там будет теплый оттенок это касается всех нас живых существ и людей и кошек и многих других да потому что глаза не могут быть только голубые черные с контуром с черным да а белый вокруг все равно будут такие живые теплые оттенки которые находятся рядом даже если вы немножко добавите теплого красноватого розового оттенка на слизистый глаз станет более живым но теперь по вот этой темной базе и здесь мы работаем с вами по нашему принципу по которому часто рисуем пастель и идем от темного к светлому сначала могла сделали немного темнее чем нужно ну а дальше мы его с вами осветляем то есть мы добавляем на темно-синий уже белый цвет белый я здесь использовала наш супер мягкий карандаш дженерал а дальше вы можете уже где-то смягчить либо скорректировать по оттенку с тем же голубым который мы использовали и вот так постепенно добавляют светлые где-то снова светлые вводя в более голубые светло-голубые цвета мы создаем глазик при том снова мы работаем в основном серединкой и с нижней частью так как у нас есть тень от верхнего века верхняя века нависать над глазиком но соответственно отбрасывает тень дальше мы можем с вами поставить блики если карандаш достаточно мягкий ставим с его помощью если нет можно взять мелок и какие-то самые яркие участки я добавляю мелком голубым это у меня от the gallery мелочек он больше такого бирюзового оттенка и я решила поэтому его тоже в глазик добавить дальше до 100 добавляем недостающие блики и рисуем небольшие детали тут можно сделать несколько прожилок показать саму текстуру глаза и добавить недостающие оттенки будет здорово если оттенков у нас будет несколько голубые тоже могут быть разный более лазурный более синие снизу можно добавить немножко теплого свечения вообще при работе с этой кошечкой я смешивала не только белые цвета и какие-то серые но и различные теплые немножко желтые немножко розовые оттенки потому что даже белая шерсть она не чисто белая до либо даже не полностью серая все равно есть какие-то небольшие нюансы небольшие оттеночки и их тоже стоит добавить работа не будет выглядеть какой-то раскрашенный либо очень цветной но она будет смотреться интереснее и опять же будет более живой если вы слишком светлым сделали глазик то мы можем сверху опять темно-синим добавить на него тень голубым самым ярким я ставлю акцентики посередине вот таким образом глаз она становится очень ярким располагаю в серединке несколько точечно самых ярких бликов которые будут прям на нас смотреть добавляю еще немножко затемнение с помощью черного карандаша его наношу довольно легко здесь он должен быть уже не черным а просто перемешаться с цветом нашего глазика также если снизу не хватает где-то ярких белых бликов я еще разочек прохожусь с помощью карандаша все что происходит у нас снизу под глазиком оно должно подчеркивать сам глаз подчеркивать его красивый черный контур это что он у нас такой яркий глянцевый и голубой здесь конечно будет иметь значение сама фактура которую мы сделаем насколько она гладенькая насколько она ровная и насколько вокруг пушистая шерсть чтобы в сравнении это выглядело очень красиво и такой друг друга подчеркиваю мягкая пушистая шерсть и такой яркий и глянцевый глазик можно добавить еще блики с помощью мелка здесь прям так точечно его можно поставить добавить довольно крупненький слой пастели ну а если блик у вас получился слишком большим вы всегда его можете по контуру вот так вот обрамить придать ему форму с помощью тех цветов которые его окружают если вы ставите на голубой цвет белый блик то с помощью того же голубого можно ему придать форму чуть-чуть затемняем блик по краям видите таким образом он становится еще более ярким потому что наши светлые оттенки хорошо видны только когда они находятся в более темном окружении так они и выделяются можно даже точечно добавить немножко черного рядом с белым может быть пару каких-то нюансов полосочек так блик станет еще более ярким и более таким четким форму и и ему придаем зависимости от того какая форма у нас на референсе форма бликов тоже может быть разная иногда это просто кружок иногда это несколько кружочков может быть там отражается окно или еще что-то зависимости от того где сделана фотография поэтому придаем нужную форму теперь когда один глазик у нас сделан мы можем перейти и ко второму глазу здесь я буду использовать тот же самый цвет карандаша материал у нас будут все те же первый подготовительный слой у нас готов мы добавили с вами уже темно-синий темно-синий мы перемешали тогда вместе с черным карандашом который находится вокруг дальше я могу сразу поставить яркий акцент это будет такой голубой бирюзовый мелочек который довольно яркий и с помощью карандаша я его распределяю если изображение небольшое как сейчас это очень удобный способ например если у вас есть свет мелка который вам подходит то он может быть сразу поставлен каким-то даже не определенным пятном а карандаш близкого оттенка сможет его распределить нужным образом получается что вы сразу приобретаете нужную форму и нужный цвет дальше мы с вами ставим светлые участки с помощью белого карандаша несколько бликов только на те участки которые у нас действительно светлые мы помним что сверху у нас по-прежнему остается темная тень черная либо черная перемешанная с синим либо перемешанная с голубым и так далее да и глазе который справа он там будет чуть чуть темнее мы всегда можем вернуться к черному и затемнить какие-то участочки если на них зашли например на зрачок либо на область выше и так далее и сейчас нам нужно глазе который справа привести к состоянию левого глаза поэтому мы точно таким же образом добавляем там прожил очки они будут давать определенное свечение и фактуру все также одновременно поэтому мы белый наносим больше снизу подчеркивая глазик и мы немножечко еще с вами отходим от зрачка и начинаем делать штрихи немного дальше таким образом получается что зрачок он темный он как бы погружен в серединку освещение находится вокруг него это тоже очень интересный прием тем временем я добавляю немножечко белых волосков которые находятся рядом которые мне кажется я не добавила еще на участках виска лба ушей поэтому если вы работаете с одним карандашом он может у вас переключаться на какие-то смежные области это очень удобно в постели так как мы всегда можем вернуться к тому кусочку с которым уже поработали и его еще немножко доделать дальше ставим самые яркие точечные блики посередине на участке глазика это опять серединка и опять нижняя часть ставлю с нашим тем же мягким белым карандашом чуть-чуть добавляю синего по краям и вокруг зрачка опять же для того чтобы было больше объема синий можно добавить на верхнюю область под глазиком под самим под самой верхней частью глаза и так он будет еще больше погружен и в то же время будет очень объемным по сути нам остается добавить сюда несколько ярких участков и глаз станет более блестящим как только вы на такую ровную поверхность глазика добавляете блик он конечно сразу становится живым и настоящим но нужно дождаться этого момента потому что все таки это происходит ближе к завершению глаза да то есть когда вы создали основной тон потом добавили тень поработали над всем и в конце уже ставите яркий блик и тогда глазик по-настоящему становится живым и настоящим по сути в этом глазе в двух глазах даже у меня использовалась пару голубых карандашей это был один faber один derwent пастельный один мелочек более такого лазурного оттенка синий белый и черный но мы не будем считать коричневый который где-то добавлялся на участок вокруг на верхняя на нижняя века так вот в поддержку всему глазику то есть цветов очень ограниченное количество но одним цветом наверное тоже не стоит делать одним синим нужно подобрать компанию еще какие-то оттенки здесь я рисую блик сначала с помощью карандаша на карандашик тоже можно нажимать довольно сильно чтобы получился у нас яркий блик блик у нас действительно яркий даже с этим карандашиком получается несмотря на то что слой у нас уже довольно плотный то есть там довольно много и черного и синего но и нужно вот так заранее продумывать какое количество цветов мы захотим сразу добавить и в зависимости от этого регулировать толщину слоев если вы понимаете что у вас будет только один слой вы можете его сделать побольше да посильнее надавить на карандаш чтобы больше пастели у нас осталось а если вы планируете все это перемешивать что тогда лучше делать слои более тонкие то есть заранее немножечко вот так предугадать что мы будем делать именно с вами на каждой конкретной работе после того как блики намечены с помощью белого цвета я белым мелком могу добавить еще больше яркости опять же до изображение небольшое поэтому вы можете мелком сразу не попасть на нужный участок но как и в другом глазике его можно будет всегда скорректировать с помощью карандаша таким образом у нас получается блик довольно четкий довольно яркий когда мы добавили и яркий мелок и карандаш то есть все вместе для максимального эффекта блика блик вокруг я обвожу черным цветом это еще больше его подчеркивает сразу такая глубина у нас получается у глазика и все становится еще более контрастным ну что вот такие глаза у нас получились если хотите это видео полностью вы можете мне написать и я также оставлю ссылочку на весь курс кошачьи вот такой небольшой отрывок из моего урока я вам показала надеюсь что вам это было полезно и понравилось поэтому обязательно поддержите это видео поставьте палец вверх подписывайтесь на канал если еще не подписаны и увидимся с вами в следующем видео пока пока